Казань 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 Пугачев еще в Казани начинал. Дело в том, что увидел портрет в музее историческом. Знаменитый портрет Пугачева, написанный на портрете Екатерина II. Вот с него у меня интересы к Пугачевскому восстанию. И в творчестве дальнейшем эта историческая нить как бы через все творчество проходит у меня. Моя первая работа в Ульяновске был заказ, посвященный основателю города Симбирска. «Богдан Хитрово». Вот это панно как бы исторического плана, где основатель города. Вот эта известная грамота, которую он держит в руках, она осталась в истории. Я ее, собственно, использовал. Наверху герб Симбирска. Это столбовые гербы, они означали границу России. Пугачев, это работа моих товарищей, делали втроем. Моя работа – центральное панно. Это панно так и осталось как бы визиткой, до сих пор визиткой города. И даже герб этот я один из первых сделал. Потому что тогда сейчас советская власть была. Говорили, никаких гербов царств там не надо. Я говорю, у нас же герб Симбирска. И до сих пор этот герб является гербом Ульяновска пока. Ульяновска Симбирска. В Симбирске в старом улице были вот такие обмощенные, деревянные. По деревянным сопротивам можно. По грязи не пойдешь. Мне интересно было и дальше исторически проследить о героях Симбирска. Вся история, собственно, прошла в Паложье и через город Симбирск. Как и в Казани, здесь герои, собственно, одни и те же были. Вагнан Хитрово – это один из подвижников, самых верных подвижников Ивана Грозного. Ведь он же имел власть, у него была волова. Он был наместником Симбирска, здесь хозяином был. Вагнан Хитрово. Ну, то, что в Волге, там, Паршники, все это. Ну, чисто декоративный момент меня больше интересовал. Такую парадность. Это тоже акрил. Я впервые начал акрилом работать. Удобно, быстро работаешь на мешковине. И не блестит. В общем, и как масло можно писать. И тоже можно переделывать что-то. Ну, такая аллегория, что ли. Кормилица, как вот Россия, мать. Она и кормит ее хлебом, и дитя может ее кормить. Свой взгляд на эту тему. Пушкин у меня тоже как-то мимо не прошел у меня. Свой у меня Пушкин. Такой немножко экзальтированный. Уголоватый. Осень, типа болдинской осени. Он осень любил. Ну, тут немножко тревоги то, что в горн пролетел. Листья летят. Ну, это вот такая интерпретация впечатлений вообще о Пушкине. Ну, это след пушкинской темы. Я начал там все это Пушкина делать. До того я делал нянины сказки. Ну, с чего Пушкин пошел? Ведь Пушкин жил в имении матери Федорова до 9 лет, до гимназии. И воспитал его нянька. И все, что он знает о сказках, о русской поэзии, это все через няньку. Она была ровесницей его матери. Так что эта нянька была довольно молодой. Лет 25 был няньке. После этого в 9 лет его увезли в лицей. И он уже не возвращался в материнское имение никогда. Был у отца в Пушгорах, там где угодно. А вот в Федорова он уже больше не мог. Тут я решил, что Лермонтов тоже должен как-то быть в моем творчестве. Ну, Лермонтов я просто взял вот этот Кавказский период. Потому что вот эти горы, это в картине Лермонтов самого я нашел просто такой кусок. Конечно, по-своему переделал его. Он там и писал еще и пейзажи Лермонтов. Вот почему удивительный. Для него Кавказ, это не то чтобы экзотика была. Это была его трагедия там. Ну, такой немножко, чуть романтический порыв. Звезды. Кстати, звезды там и днем видно. Я сам на Кавказе видел. Вот так посмотришь вверх днем, смотришь, звезды видно. Сейчас удивительно так. Игоды там, пастухи, стадо. Настолько-то эхо раздается. Там просто километра за 30 и слышно и даже видно. Вот это вот Кавказ. Это в шланге колодец. Много лет бежал? Нет, 61-го года. В шланге пример был. И вот с тех пор я просто решил его вспомнить. Ну, вот такая память. Сердце. Деревенский консервант по мастерской. Какими атрибутами были. Осенью купил тыквы. Яблоки с малором полно. Тоже акрилом. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Это уже улюда в деревне. Это изба ее деда. Я попросил, чтобы она попозировала. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Когда я начала заниматься именно пейзажной живописью, вот возникло ощущение такое вот единение не только с природой, с цветом, с живописью, начинаешь много видеть, по-другому чувствовать, ощущение вечности. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Стас вообще для меня является таким учителем. Вот он старается меня как-то по жизни оберегать от ошибок. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот дед Людмила еще жив был, это внук, я там с ним рыбачил. Смотри, там так интересно три фиксы. Я Богородьева писал, вообще не то, на камень, другие краски. Зарень не дошел, хотя я каждый день много рисовал, заказывали. А Кельницкого он захотел вековечить. Потом начал смотреть материал, подключал. Там воздаги один на один либерально, за свободу с народом, за международный социализм. Значит, да здравствуй, трудящийся, землю народом. Вот все, он все мог бы это, как бы, на лозунг дать. А он был уже оратор хороший, такая школа здесь была. Его выделили, когда матросы пошли что-то там хорошее, его временный проект сказал, давай уговори их. И он встал, уговорил, увел всех и стал представителем временного проекта. А это вот работа, которая была в Москве, на России, деревенская муза поэта Чеснокова. От бога поэт. У него поэзия сыпалась, бумажки из него, летально в редакции приносил все это, вытряхивал. Говорит, девчонки, разберитесь. Великолепные стихи. А потом поехали мы на его родину, пример был. И там в школе его чтут просто. В школе и музей целый уголок. Там тетрадки его, стихи, там его рубашка. Вот эти башмаки, я их зарисовал, лежат. Из сапогов что ли не сделал, не знаю от чего. Он там сидел, лежит на скамейке, босиком, его кто не трогал, газета, спит. Я вначале думал, что бомж, прямо около нашего фонда там. А говорит, нет, это же поэт Чесноков. Он такой, без всяких там вот у него не было никаких границ вообще. Мог по Гончарову босиком ходить. Ну, это не уродство, а просто он ото всех такой свободы достиг, что ему вообще ничего не надо, ни денег, ни славы. Липа зацвела. Да, все же, отцветает. Смотри, вот эти вот деревянные постройки, уже уходящая красота. И кто знает, в ближайшие 100 лет сохранятся они или нет, да? Ну, пока хоть сейчас сохранится. Лучше сохранится, а потом восстанавливается. Пока художники это рисуют, оно сохранится. Да, конечно. Все, что нарисовано, все отцветает. Согласен, да. Может, кто-то когда-то увидит, и кто-то когда-то вспомнит об этом. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok